Назарбаев Он просит не хвалить себя Что происходит со свободой прессы в Азии? А вы как считаете, что у нас ее нет, свободы, да? Хотите, ругаете всех подряд, критикуете Социальные сети у нас очень открыто обо всем пишут Хаос на дорогах Душанбе Жители недовольны работой МВД Чиновники считают, что проблемы решаются Люди сами стоят в неположенных местах С нас-то что? Мы что можем сделать? Они не идут на остановки В прямом эфире информационная программа Настоящее время Азия В бешкетской студии я, Шавкат Тургаев Здравствуйте Казахстан без правительства Час назад глава государства Нурсултан Назарбаев Подписал указ об отставке кабинета министров Временно исполнять обязанности премьера будет Оскар Мамин Сегодня я принимаю важное решение для нашей страны Считаю, что правительство должно уйти в отставку Говорится в заявлении Назарбаева Опубликованном на сайте главы государства Казахстанский лидер полагает Что новое руководство правительства должно выработать действенные шаги По повышению уровня жизни, стимулированию экономики и реализации стратегических задач По словам Назарбаева, социально-экономическая ситуация в стране в предыдущие годы была стабильной Это, безусловно, положительный момент, но этого недостаточно для нынешнего времени Отметил Елбасы В обращении также перечисляются многие достижения власти в социальной и экономической сферах за последние годы Назарбаев отмечает также усиление законодательной базы, которая служит на благо простого гражданина Однако, по его словам, цитирую, на все это накладывается неумение работать с населением Со стороны членов правительства, министров, акимов Выслушивать их проблемы, разъяснять проводимую работу и политику Отмечу, что в заявлении главы казахстанского, главы государства Ни слова не упоминаются социальные протесты последних недель После пожара в Астане, в огне которого заживо сгорели пять дочерей одной семьи, многодетные матери По всей стране вышли на акции протеста и потребовали от властей предоставление социального жилья Увеличение пособий на детей и усиление льгот О решении Нурсултана Назарбаева распустить правительство мы поговорим с нашим экспертом С нами на прямой связи из Алматы политолог, правозащитник, президент общественного фонда Либерти Галым Агилевов Галым, добрый вечер И сразу вопрос, Оскар Мамин, это следующий президент Казахстана Операция преемник перешла в активную стадию, как вы думаете? Нет, конечно он не преемник, но он сейчас нужна такая фигура активного менеджера Который сейчас будет разгребать вот те завалы, которые сейчас увидели во власти Наконец-то они увидели, что огромный фронт работы, который вообще не касался деятельности правительства И тех реформ, якобы реформ, которые они делали А вот по вашему мнению отставка Кабмина была ожидаема? Как вы думаете? Отставка уже давно была ожидаема, но именно вот то, что случилось с многодетными матерями То, что случилось в Астане с детьми, это стало катализатором всего этого выступления И принятие этого решения Президент Назарбаев сказал, что правительство получило достаточно полномочий Но Акимы, министры, так и не смогли наладить работу с населением Согласны? Абсолютно верно, потому что Акимы как раз и не умеют работать Именно при них безработица была незамечаема При них бедность выросла многократно и ситуация ухудшилась Они должны были давно уже обратить внимание на то, что правозащитники, гражданские активисты Били все эти годы в набат, говоря о том, что до населения реформы не доходят И все это оканчивается дележкой на уровне самих чиновников Которые выигрывали от того, что они находятся рядом с карбушкой Галым, вот вы уже сказали о том, что митинги многодетных матерей Которые продолжаются сегодня в Астане и Алматы Повлияли на решение Назарбаева Вот что именно, какие-то конкретные причины можете вот этого объяснить? Ну, мне кажется, правительство и президент впервые увидели всю глубину протестных настроений людей Потому что это огромное количество людей Это не те 5% безработных, о которых они говорили Это половина населения страны и даже больше, которая сейчас оказалась в такой ситуации Когда правительство им ничем не смогло показать И поэтому президент Назарбаев должен нести такую же ответственность Разделить эту ответственность со всеми правительствами, которые приходили на смену друг другу Потому что они все менялись, но никакого улучшения не было Вот давайте тогда поговорим непосредственно про новый состав правительства Часто ведь бывает так, что многие персоналии после отставок остаются Кто будет членами нового правительства? Ну, мне сейчас трудно говорить по персоналиям, потому что многие из них заявили реформы, которые они должны проводить И поэтому сказать, останутся они или нет, сейчас неблагодарное дело Это вопрос, как бы они ни садились Самое главное, что нет политической воли у самого президента для того, чтобы реально бороться Потому что если бы он обладал политической волей, то он бы пригласил таких менеджеров Как тот же Кожигельгин или, например, тот же, как Галымжан Жекиянов И вот эти люди, которые были активны, которые видели демократические перемены в стране Которые хотели развивать всю страну А не получилось так, что власть уничтожала гражданское общество все эти годы Галым, и все-таки отставка правительства, это хорошо или это плохо с вашей точки зрения? Я думаю, это хорошо для Назарбаева То есть попытка показать людям, что что-то предпринимается Что он действует и он ищет какие-то варианты для изменения ситуации Для улучшения общей ситуации в стране Но нам уже давно не кажется, что все эти изменения к чему-то приведут положительному Потому что не меняется сама система власти Не меняется сама природа власти Не изменяется сам президент Он не делает шаги навстречу гражданскому обществу И не умеет привлекать само общество и население на решение общих проблем и задач Ну мы будем следить, что будет дальше Галым, большое вам спасибо за интервью, всего доброго В Казахстане со свободой слова все в порядке, считает депутат Сената Дарига Назарбаева И это несмотря на снижение Казахстана в рейтинге репортеров без границ Об этом Назарбаева сегодня заявила журналистам в кулуарах парламента При этом депутат призывала представителей СМИ не слишком доверять рейтингам Шелпан Разбекова продолжит Правила аккредитации журналистов в стенах правительства пока еще не изменены И представители СМИ продолжают интересоваться Когда же вступят в силу новые правила и как это может повлиять на свободу слова Сенатор Дарига Назарбаева считает, что ситуация вокруг отечественной журналистики вполне приемлема И это несмотря на то, что согласно последнему рейтингу международной организации Репортеры без границ, Казахстан за год потерял одну позицию Сейчас страна занимает 158-ю строчку среди 180 стран Ну а вы как считаете, что у нас ее нет, свободы слова, да? Вот хотите, ругаете всех подряд, критикуете Социальные сети у нас очень открыто обо всем пишут Я не знаю, о каком рейтинге вы говорите Потом не всегда можно доверять рейтингам Зависит от того, кто их составляет и зачем Поэтому я всегда отношусь критически ко всей этой погоне за рейтингами Не все с этим мнением оказались согласны Тамара Симахина долгое время руководила республиканской газетой А ныне работает юристом в международном фонде Одинсёс Защищает права журналистов С нарушением прав репортеров ей приходится сталкиваться ежедневно С каждым годом журналисты имеют все меньшие возможности Быстро получить ту информацию, которую они хотят Поэтому говорить о том, что у нас тут все хорошо со свободой слова Нет, конечно Я уже не говорю о проекте приказа министра информации Об изменении правила аккредитации журналистов Я прямо вот обращаю на это внимание Что ограничение прав журналиста на доступ к информации Это ограничение права каждого казахстанца получить эту информацию Глава общественного фонда Либерти Галыма Гелеов считает, что именно отсутствие свободы слова Медленно, но верно убивает жанры журналистики Глубоко копать уже давно никто не хочет Главная причина – боязнь озвучить правду и понести за это наказание Благодаря отсутствию свободы слова у нас исчезли как жанр журналистские расследования Никто своей фамилией сейчас подписываться уже не будет Если выходят какие-то интересные материалы, касающиеся доходов чиновников и так далее Это все выходит от имени международных каких-то организаций расследовательских По мнению Гелеова, цензура уже давно коснулась не только СМИ Наказать могут и зарезки комментариев в соцсетях Причем это касается и иностранных граждан В сентябре прошлого года французский режиссер Винсен Прада Приехал в Казахстан снимать фильм о беспорядках жаной жени Иностранец был арестован, а потом и оштрафован властями Якобы за отсутствие аккредитации То есть страна сама самоцензурируется Люди боятся, потому что они не знают Они напуганы тем, что если за твой пост тебя могут привлечь Если за репост могут осудить, за любой комментарий То, соответственно, люди начинают бояться говорить лишнего К слову, в беседе с журналистами Дариган Азарбаева отметила Что повлиять на ситуацию со свободой слова в стране еще можно Для этого журналистам необходимо принимать активное участие В обсуждениях с депутатами и чиновниками Правда, дочь президента не упомянула Что те самые списки участников обсуждений готовят сами чиновники Шалпану Разбекова Павел Энгельгард Настоящее время Азия, Казахстан Жизнь хороша, когда в ней нет плохих новостей По логике кыргызстанского депутата Адьющена Таракулова Нужно запретить журналистам писать про тяжкие преступления Мол, это губит психику подрастающего поколения Ранее другой парламентарий предлагал писать негативные новости Только на государственном кыргызском языке Чтобы иностранцы не понимали суть Джазгуль Эгембердиева расскажет, что еще хотят запретить кыргызстанские депутаты Кто кого переплюнет За последние месяцы сразу несколько депутатов кыргызстанского парламента Выступили против свободы слова Последнее предложение прозвучало сегодня в общей палате Один из депутатов предложил правительству разработать меры Запрещающие журналистам писать про тяжкие преступления По его словам, это усиливает разделение общества По национальным и региональным принципам Да и не только Распространение информации про разные тяжкие преступления Отрицательно влияет на психику подрастающего поколения Министерство здравоохранения А особенно Министерство внутренних дел Было бы хорошо, если разработали бы положение Согласно которым запрещалось бы официальным органам Давать журналистам информацию по тяжким преступлениям Они создают отрицательное настроение у общества Прошу правительства ввести такую норму в новый кодекс о нарушениях Несколько месяцев назад другой народный избранник Кыргызстана Намеревался запретить журналистам переводить негативные сообщения На русский и английский языки По мнению Аклбека Джапарова, это отталкивает туристов от посещения страны По его мнению, писать о стране нужно только хорошее Или ничего, почти как о покойнике Когда были в Грузии, заметил, что ни одна негативная новость Не публиковалась на русскоязычных версиях сайтов Оказывается, в 2004 году президент Грузии обратился к народу И предложил писать плохие новости лишь на грузинском языке А на русском и английском только хорошее Медиаэксперт Бегаим Усенова называет такие идеи народных избранников Нелепыми и даже антинародными Вот эта информация, она нам нужна для того, чтобы мы поняли, какие назрели болячки И постарались через, получать свободу слова, выразить наши отношения к ним В том числе критиковать, в том числе задавать вопросы Чтобы государство старалось изменить эту ситуацию Свобода слова, она на то и нужна, чтобы мы смогли рассказать о том, что нас волнует А государство смогло нас услышать и справить эту ситуацию Нестандартными идеями отличаются не только депутаты Кыргызстана В прошлом году главный редактор правительственной казахстанской газеты Айкын Нуртобия Джуси призвал коллег по цеху Ограничить объем написания негативных новостей Казахстанские СМИ в погоне за рейтингом Публикуют слишком много негативной информации И это плохо сказывается на жителях республики В советские годы было много катастроф и смертей Однако не вся информация об этом доходила до широкой публики По словам медиаэкспертов, инициативы против свободной прессы Уничтожают авторитет самих же власть имущих Снижается к ним доверие и уважение К тому же, если даже удастся замолчать проблему Это еще не значит, что она исчезнет Разнос по полной президент Таджикистана Имамали Рахмон жестко раскритиковал работу СМИ Он встретился с представителями государственных средств массовой информации Работников независимых и международных СМИ на встречу не пригласили Больше всех досталось гостелеканалам Президент Таджикистана считает, что они неконкурентоспособны Рахмон отметил, что освещение мировых событий по радио ТВ осуществляется слабо В большинстве случаев журналисты выходят в эфир без предварительной подготовки Глава страны предложил равняться на телеканалы Евроньюз и Аль Джазиром Также Рахмону не нравится, что его слишком много рекламируют в музыкальных клипах Он запретил это делать, вместо этого дал указание освещать неустанный труд населения Рахмон подверг критике и содержание сайтов госорганов Они, по мнению таджикистанского лидера, занимаются восхвалением министров Вместо того, чтобы рассказывать о работе ведомств Отмечу, Рахмон не впервые критикует средства массовой информации Но в их работе практически ничего не меняется О проблемах средств массовой информации и свободе слова в Центральной Азии Мы поговорим прямо сейчас У нас в гостях медиаэксперт Эльмира Токтагулова Здравствуйте, Эльмира, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию Сейчас мы посмотрели материалы наших коллег В каждой есть проблемы и трудности, с которыми сталкиваются журналисты Как вы считаете, какие общие проблемы СМИ характерны для нашего региона? Я думаю, что для всех стран характерно наступление на свободу слова Характерно повышение самоцензуры Градуса самоцензуры И те ограничения, которые возникают у журналистов При попытке получить объективную полную информацию со стороны государственных органов Давайте пройдемся детально Кыргызстанский депутат считает, что нужно запретить писать новости статьи про преступления А может он прав? Писать не будем, зато здоровее будем, психически по крайней мере Если образно, если у больного человека закрыть, не показывать никому, в том числе и этому человеку, его рану, его болячки То насколько эффективно будет лечение, насколько быстро он избавится от этой болячки То же самое СМИ, их очень верно называют, сторожевые псы общества Они должны постоянно издавать звук, сообщать о том, что возникает некая проблема О том, что происходит Если все спокойно, то значит описывается, что все спокойно Если очень много проблем, то значит все эти проблемы должны быть освещены В полной мере, вовремя, с получением полной информации, фактуры со стороны государственных органов И каждый гражданин, который содержит эту власть, который содержит, платит налоги Он имеет право и высказывать свое отношение к тому, что происходит И получать достоверную информацию о том, что происходит в его жизни Дочь президента Назарбаева, Дарига Назарбаева, считает, что в Казахстане проблем со свободой слова нет И привела примеры социальные сети, что в них пишут все, что душе угодно В чем права и в чем не права дочь президента Назарбаева, как вы думаете? Передо мной был сюжет, где казахстанские коллеги высказывали свою точку зрения На ситуацию со свободой слова в Казахстане Я присоединяюсь, потому что можно декларировать в Конституции, в законах Наличие свободы слова, свободу слова как ценность и так далее Но практика может переворачивать это Законы могут быть формальные И я думаю, что это очень неправильно говорить, есть или нет свобода слова Надо говорить о степени свободы слова Если по индексам репортеров без границ, других организаций, которые замеряют степень свободы слова Казахстан занимает определенное место И тренд такой, что он идет на понижение, на ухудшение То тогда надо смотреть на причины Если казахстанские власти, допустим, не хотят доверять Вот как Даригана Назарбаева сказала, что она не доверяет каким-то там рейтингам То, наверное, имеет смысл тогда разработать собственный индекс Которым бы доверяли и власти, и аудитория И по ним оценивать Таких собственных рейтингов свободы слова ни в одной из наших стран в регионе нет И пока что замеры репортеров без границ и других организаций международных Это единственная ежегодная системная оценка ситуации со свободой слова На которую мы можем ориентироваться Вам большое спасибо за комментарии Вам всего доброго До свидания Смотрите далее в нашей программе Хаос на дорогах Душанбе Жители недовольны работой МВД Чиновники считают, что проблемы решаются Люди сами стоят в неположенных местах С нас-то что? Мы что можем сделать? Они не идут на остановки Мы продолжаем выпуск религии и демократии Друг другу не помеха В Кыргызстане выстраивают диалог между светскими религиозными группами населения Государства, духовенства, международные организации и местные НПО Пытаются совместно противостоять радикализму Для этого повышают уровень образования духовных лидеров Открыто обсуждают чувствительные темы Стараются снижать уровень нетерпимости в обществе Насколько успешно ведется такая работа, расскажет Дарья Тимофеева О повышении грамотности религиозных лидеров в Кыргызстане говорят давно С каждым годом интерес к религии растет Усиливается и влияние священнослужителей на общество Какую информацию они донесут до населения Напрямую зависит от уровня образованности духовенства Все больше граждан в поисках духовной пищи Или просто за советом обращаются именно к священнослужителям На их плечи ложится огромная ответственность Формирование межконфессиональной толерантности Правильного восприятия религии Роль религиозных лидеров повысилась И очень важно, поэтому использовать это в таком позитивном русле И важно именно органам местной власти работать с религиозными лидерами Но в то же время повышая их уровень, чтобы они хорошо знали законодательство Кыргызской республики по вопросам религии В области местного самоуправления И чтобы религиозные лидеры, имамы в частности Они действительно в позитиве использовали свое влияние Дополнительным обучением имамов занялись несколько лет назад На семинарах за три года побывали более трех тысяч священнослужителей Для духовенства проводят лекции по гражданскому образованию Их материалы легли в основу сборника С его помощью появилась возможность заниматься самостоятельно Элементарно у людей не было понятия, что такое, например, само понятие «светскость» Большинство воспринимали термин «светскость» как понятие Они с атеизмом иногда перепутали Что такое, например, саморелигия Почему, например, важно сегодня разные религии, а не существовать Есть мировые религии, есть национальные религии Есть, например, можно сказать, многие наши имамы понимали Что ислам в чистом виде только находится где-то за рубежом Совместными усилиями участники дискуссии пытаются повысить уровень критического мышления в обществе Острую необходимость в этом подтвердили данные одного из исследований в рамках проекта Выяснилось, что в столице Кыргызстана высокий уровень воображаемой исламофобии Основываясь не на собственных мыслях, а на чужих суждениях, люди негативно относятся к верующим Причем страх вызывают визуальные образы Например, им как бы навязали эту идею, что это как мусульмане в хиджабе, да, в сунете и в топу И в мусульманских одеждах ходят, значит, они, получается, представители какого-то террористского мира, да, и так далее И к ним как-то уже люди вообразили себе, то есть вбили себя в голову Так я прямо говорю, да, что они, получается, и так уже не допонимая смысла вообще их своих действий, своих суждений Все сказали, значит, все так думают, значит, все правы Обсуждения религиозной ситуации позже пройдут и в регионах республики Обучающие семинары для имамов также продолжатся Организаторы намерены проводить не только семинары, но и организовать долгосрочные курсы Притом для священнослужителей всех конфессий В Госкомиссии по делам религии отмечают растущий интерес к образованию Ходить на курсы никто никого не заставляет Тягу к знаниям проявляют сами религиозные деятели Переходим к событиям в Таджикистане Маршрутки – это головная боль Душамбе Вроде они призваны помочь с перевозкой пассажиров в часы пик Но на деле проблем от них куда больше Самые частые нарушения правил дорожного движения совершают именно водители микроавтобусов Правда, выясняется, что на нарушения водителей зачастую подталкивают сами пассажиры Мой коллега Акрам Абдукахор продолжит Транспортные проблемы в столице спровоцировали жаркую дискуссию представителей СМИ с руководством МВД Душамбе Журналисты раскритиковали ситуацию с общественным транспортом И заявили, что проблема с каждым годом только усугубляется В МВД с этим не согласились Существующие недостатки поэтапно устраняются Качество обслуживания по сравнению с предыдущими годами тоже улучшается Транспортные проблемы в Душамбе горожане называют наиболее животрепещущей Долгие ожидания маршруток в часы пик, перевозка пассажиров сверх всякой нормы Разражают душамбинцев больше всего Но проблему эту власти не могут решить уже который год Глава столичной милиции для объективной оценки ситуации на транспорте Предложил журналистам принять участие в рейдах госавтоинспекции Вот водитель микроавтобуса Его остановили во время рейда за нарушение правил дорожного движения Выяснилось, что ранее за аналогичные нарушения у него уже изымали права Пассажиры скандалят, когда не останавливаемся в указанном ими месте Люди сами стоят в неположенных местах С нас-то что? Мы что можем сделать? Они не идут на остановки Увидев камеры, водители микроавтобусов перестали нарушать правила остановки Высаживали пассажиров только в положенных местах Как только видеокамеры зачехлили, а журналисты отехались с места съемок Все вернулось на круги своя Пассажиры, голосующие на обочинах дороги, даже не знают, что стоят в неположенном месте Почему вы не идете на остановку и здесь пытаетесь остановить маршрутку? Не нужно ехать в автоцентр Да, это нарушение, они не только на пешеходных переходах останавливают, но и прямо под светофором Я попросил остановить где-нибудь, он взял и высадил меня на зебре Найти водителя, который хоть как-то соблюдает допустимые нормы количества пассажиров практически невозможно У тебя не осталось сидячих мест, почему еще останавливаешь и набираешь пассажиров? У водителей на подобные доводы инспектора всегда найдутся оправдания Если мы не будем перевозить в сверх нормы, то не сможем покрыть расходы горючего Как оказалось, бывает, что сами пассажиры набиваются в салоны микроавтобусов, даже если там нет свободных мест Пассажиры, в свою очередь, оправдываются Они опаздывают, а найти свободную маршрутку очень сложно, особенно в часы пик За две недели проведения масштабных рейдов инспекторы ГАИ оштрафовали около 1700 водителей маршруток Примерно 650 нарушений было связано с перевозкой пассажиров сверх нормы Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов И в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю Мы встретимся с вами завтра, всего доброго Субтитры подогнал «Симон»